Хорошо жить неплохо, да? Обзор кроссовок Nike Terra Trail Kiger. Две недели не отбегал, смотри что, начали ядрить колотить, просто ядрен батон. Обидно, действительно обидно, пойду все в круг вообще прошью. Кроссовки за 8000 рублей и две недели не выдержали наших трейловских нагрузок. Я не к тому, что Nike делает плохого, потому что это какая-то конструкция у них совсем не очень. В общем, я не оценил, потому что слишком быстро разлетелись. Всем хорошего четверга, вечера четверга, день у вас, я надеюсь, прошел сегодня хорошо, а у нас он только на видео начинается. Команда в сборе, команда труси, ремонтов много и забот тоже очень достаточно и мы готовы в бой нырять прям с головой. Начнем мы день с приятного. Наконец-то мы решили позволить себе собрать компьютер для мастерской. Мы почитали бюджет, поняли, что больше 15000 рублей мы не вытягиваем. И так совпало, что подписчик написал, говорит, Даня, у нас есть старое железо, хотим тебе его отправить. Оно нам верой, правда, 10 лет служило и в сумме он за 15000 рублей отдал очень-очень-очень много ништяков. То есть это просто на самом деле хороший ценник, я считаю, несмотря на то, что железо старое, но 15000 рублей адекватно, очень адекватно. Посылочка пришла, Вань, давай даже вот тут посмотрим, сейчас будем распакуем. Во-первых, письмо. Письмо от кого? От Василия Буреева из Нижегородской области. Ну что же, смотри, кучу-кучу-кучу всего. Безусловно, тут можно много зачитаться, в том плане суть такая, выжимка. Верой правды комп служил, все тяну и, мамой клянусь, все на сегодняшний момент также продолжает работать. У нас здесь Cora 7 процессор, Вань. Cora 7 процессор, но первого поколения. Что бы сомневалось? Первое поколение i7-950, Bloomfield вроде как, если я не ошибаюсь, Asus Rampage 3 Extreme, но тут вообще, это 1366 сокет, Corsair Dominator, Tactic Ballistics и две GTX 770 по 2 гигабайт. Они что? Двухи были? Да, по 2 гигабайт. В общем, здесь очень-очень много крутого железа. Эту сборку мы решили и подумали, потому что мы постоянно, если что-то собираем, тут же оно кому-то продается, и мы, в общем, даже с Ваней не можем даже в кайсочку зарубиться, не будем пацаны подержать. В итоге, собираемся собрать себе просто сборочку, проинвестировали, вырвали из бюджета мастерской пятнашечку, мы еще, правда, человеку не оплатили, потому что мы должны все проверить, но я уже готов вырвать и собрать этот компьютер исключительно для наших нужд. Давай, Вань, я даже не знаю, в каком порядке это все распаковывать, но, глядь, что это такое? Офигеть! Подожди, Corsair Aeroflow, это что, от памяти, что ли? От такой памяти доминатора, что ли? Подожди, держи раз, потому что... Мама родная, что это за жесть? Они подвухи? Да, 6 гигабайт в сумме, вот это китовский, представь, вот это... Мамочка, я честно, я, по-моему, вообще в жизни такое не держал. У нас свет тут хороший или лучше? Отлично, смотри, доминатор GT. Вань, конечно себе такое оставлять, да там, ты видела, какая-то еще, чтобы дурочку охлаждать. Какие тут частоты для DR3 памяти? Кстати, частоты стоковые, 1866, ну, как бы, понятное дело, не мало, но не настолько, что прям, учитывая то, как они выглядят, можно было что-нибудь и получше сделать. А здесь вот эта красота Ballistics Tactical, здесь две планки должны быть по 8, по-моему, гигабайт, то есть здесь вообще красота тоже 1800. Это мы все вместе, у нас 6, плюс у нас будет 22 гигабайта в нашей красоте пойдет. Для сапера хватит. Для сапера хватит, пойдет. Идем дальше. Идем дальше, слушай. Я прям... Слушай, Вань, я прям даже сожалею, что не это буду собирать, потому что это очень красиво. Мы доверим тебе эту сборочку максимально аккуратно, потому что на фоне там для клиентов миллион сборок нужно успеть сегодня сделать, вот, поэтому сегодня будешь с этим ты немножко... Мамочка ты родная. Ох ты, божечки, ты мой. Смотри, даже Bluetooth есть. Rock Connect даже есть. Все, что необходимо. Ядрить, колотить. У нас целая коллекция уже просто рампейджей. Здесь i7 уже установлен. Смотри, какая лабуда светящаяся. Не знаю, помпу, наверное, сюда подключать нельзя, но у нас, безусловно, трехканал, куча ползунков. Это пробыт, так называемый, когда мультиметром можно смотреть напряжение процессора, памяти, сразу напрямую, максимально точно. То есть это вещь экстремальная, которая для экстремального разгончика. Сегодня я говорю, главное, что есть кнопочка старта, понтовая, розетта, здоровенный 1366 сокет, это легенда. Про эти материнские платы, вон у нас там тоже и шрампейдж 3, только джин лежит, а здесь у нас экстрим. То есть это, конечно, плата покруче, она полноценная. Того урезочек, назовем так, детеныш, а это вот такой батя, батя в здании, держи, Вань, очень круто. Но увесистая, да потрясающая штуковина, на самом деле, больше всего меня возбуждают видюхи в эслай. Я надеюсь, здесь есть эслай мостик, если вас не обманули, то должно быть, это все за пятнашку, вот я это все достаю, это все за пятнашку, представьте, какой подарок. И еще не заплаченную пятнашку, человек наперед говорит, отошлю для, так сказать, контента и красоты души. Смотри, давай, достаем дальше. Они еще трехсекционочки, винфорсовский, нам блочок, Вань, пригодится, я тебе скажу, хоть корсаровский, вон тот 850-ник забирай. Причем, слушай, они идеально чистые, человек, вот, смотри, в каком состоянии. 770-е, поскольку КС-ка у нас, SLI, поддерживает, нас вообще это безумно радует, то есть одна есть, ну-ка, а это вторая должна быть. Если это все, это просто праздник, это будет наш талисман офиса, потому что, ну, как бы, в отдельности, если всю эту штуку продавать, ну, особо ты на этом ничего не заработаешь, потому что, да и все-таки железу 10 лет, ну, кроме видюхи, видюхи посвежее, а вот саму железу уже 10 лет, и, конечно, на сегодняшний момент это не очень интересно. О, а тут что это? Стоп! Че, тут три видеокарты, что ли? Четыре получается. Четыре? А вот за четыре мы, кстати, ничего не говорили, может они не рабочие? Еще одна WinForce, 770 на 2 гигабайта, красоточка, очень хорошая видеокарточка, кладем сюда, Вань. А, нет, это старушка, это старушка, 580, наверное, какая-нибудь такая, судя по виду ее. Сейчас, подожди, а, 570, класс, класс. Ну, кстати, тоже достаточно бодро видя карта, вот, ну, конечно, по современной жизни. Это все турбина. И 570 турбинка, GeForce, слушай, две 570, представь, у нее сначала стояли две 570, судя по всему, в SLI. Потом он говорит, ну, перейду на 770 и вставил их. То есть вот такие еще ништяки, просто тоже для украшения офиса. При том, смотри, он специально, судя по всему, высверливал, чтобы смазывать турбинку. Смотри, Сань, видал? Красота, обслуживал ее. Кайфушки, ну, вот это настоящая красота. Так, это мы кладем на тесты будущих поколений. Просто все? Да. Отлично. Соответственно, что нам нужно сейчас будет? Точно все, да, потому что столько нишняков привыкаешь к хорошему. Очень круто, в итоге мы имеем, смотри, даже чек есть. Давайте посмотрим, он уже выцвел даже. Смотри, в каком году? В 09.11 за 9 тысяч рублей был куплен процессор. За 9 тысяч рублей в 11-м году. И тоже за 10 тысяч рублей, за 10 была мать куплена в 11-м году. И за 9 был проц. Два цаху только на проц с матерью отправили. Тут вообще чеки на все. Видеокарты, две штуки, вышли в общем 27 тысяч. Да, по тем деньгам это было. Офигеть, тут чеки есть на все. Ваня, у нас просто будет комп 10-летний с чеками. Отлично. Это мы тоже сохраняем для истории. Очень круто и интересно. В общем, сборка будет, не знаю, из разряда вон. Почему не я? Почему не я? Очень круто. Наша задача, конечно, будет, безусловно, все это проверить. Убедиться, что работает. Я понятия не имею, куда тут должна крепиться вот эта штуковина. Потому что у меня ни разу такой памяти не было. И это нужно будет посмотреть, Ваня, прямо изучить. Реально, куда она должна была охлаждать всю эту шляпу сверху, что ли. Снизу. Уступление на низу. Вот. Но, смотри, как можно. Давай, вот, позволь мне хоть что-то сделать сегодня. Потому что красненькую, вставим красную память. Согласись. Это должно быть. Ваня по себе иди делай клиентские буки. Да. Вот. Это прям вообще произведение искусства. Нам, слушай, Ваня, срочно нужен с тобой красивый корпус. И у нас еще две планочки остаются вот эти. Блин, конечно, не камильфо. Конечно, вообще не камильфо. Давай пока так оставим. Это можно будет ставить. А сюда можно еще вставить эти водяные, которые наши. Водяночки. Раз, два, три. Проблема у нас, знаешь, в чем? У нас проблема в охладе. Нам нужно будет решить. Потому что 1366. Да, башни нет. Это не так все просто. Но здесь крепление, я смотрю, достаточно много. То есть под разные разновидности есть вентили. Мы подумаем, что у нас есть. И с этим, в общем-то, затестим. Все. Объявляю начало суперзверской крутой сборки открытой. Сейчас мы будем продумывать, как все это дело охлаждать. Соответственно, в какой корпус ставить. И вам, конечно, приятного просмотра такого сочного компьютерного контента. Я прям максимально возбужден. Очень крутая штука. Проверим. И обязательно бабки чуваку отошлем. Мать проверили. Мать запускается. Видюхи проверили. Видюхи тоже запускаются. Выдохнули. Слава богу. На запуске есть, кстати. Единственное, что без одной оперативочки только. Сейчас у Вани миссия простая. Мы все-таки... Я сначала думал выпендриться. Посмотрел цены на крутые вентили в магазине новые. Думал, потерпим. Пока потерпим. Откопал вот такой вот штуковин на складе. Ice Blade Pro версии 2. Он у нас как тестовый стоял. Но я думаю, пора бы ему в дело. Нам мы, скажем... Это не вентиль мечты. В 2018 году он стоил всего 2 400 всего. Тем не менее. Он здоровый. Хорошая вертушка. Негромкая. Я думаю, прекрасно под этот камушек должен на первое время встать. Пока мы не разбогатеем и не накопим себе на какую-нибудь крутую водяночку, чтобы уже, знаете, пересобрать ее действительно для истории. А пока нам нужно просто красивая функциональная сборка, которая себя будет прекрасно чувствовать. И Ванька этим занимается. Пока Ванька этим занимается, я тоже тут не прохлаждаюсь. Потому что смотри, какая у нас компьютерная эротика. X570 Aorus Master подвела клиента нашего. Смотри, вот эта штуковина погибла трагически. Моя задача сейчас достать 5700 XT. Причем, как достать ее, я вообще не понял. И как он туда ее засунул, мне непонятно. Когда вот эти вот все штуки и другие тут просто упираются в вентиль. А не то, что откручивается, понятно. Все равно там есть ребро. Вот. И мы это все меняем на временное решение для его оставшегося в живых Ryzen 5 3600X. Вот на такую Aorus Elite. Ну, классика жанра. Все вы ее уже знаете. Но она новенькая. И она прекрасно под этот камушек подойдет. То есть, занимаюсь непосредственно сейчас этим. И, конечно, хотелось бы немножко хотя бы затестить. Потому что это трехсекционка в одном из самых крутых исполнений от Zephyr на 5700 XT. То есть, действительно, очень крутая видюха. Интересно, как она себя реально чувствует в деле. В общем, этим я сейчас займусь. Потом занимаюсь SuperRGB сборочкой. Тоже, кстати, на, по-моему, 5700. Видеокарте. При этом связки с 3700X Ryzen 7. Здесь у нас 9600K ждет. Связочки с 2070. Супер, посмотри. У нас Freezer 34 Esport. Кстати, люблю черно-желтенький цвет. То есть, вот тут тоже, да, сборок крутых много. Занимаемся любимым делом. Да. Смотрится красиво. 5700 XT. Зефирка. Смотри, какие вентери здоровые крутятся. Вообще, сборка, конечно, это парень. Но он, знаешь, что сказал? Он, вы скажете, и вот я бы даже сказал, мажорище какой. Но он сказал, я на самом деле не богатый. Я просто очень-очень долго копил, накопил и собрал то, что захотел. То есть, знаешь, когда была цель, он долго это делал и все-таки это добился. Я, безусловно, мать поменял. Сейчас все это дело тестирую. Смотрим. И прям удивительный момент. Я впервые вижу, чтобы 5-й 3600 X под полной нагрузкой 100% на пауэр-тесте в сети грелся. 50 градусов? Что это вообще такое? При том, что просто big white башенка. То есть, это прям... Я что-то не пойму, что это за температура такие странные. Это очень холодно. Это очень холодно и непонятно абсолютно, как это происходит. Ну ладно, а мы продолжаем. Потому что... Ваня, мы возвращаемся. Мы отвлеклись с тобой на сколько? На... На овер дофига время. На целый день. Вот, нам пришлось отложить нашу сборку. Ванька крутил кучу ноутбуков клиентских. Сейчас мы под конец можем вернуться. Потому что я думал, что... Ну как бы у нас все получается. Видите, я его слепил из того, что было. И слава богу, хоть так. Там уже вентиль стоит. Ваня, ну тут нужна будет твоя помощь. Я, знаешь, подумал, что... Была не была. All in. Идем all in. Во-первых, друзья, вы в курсе то, что завтра пятница. Завтра стрим должен быть. Если все нормально. Это означает, что мы разыграем вот этот вот космос. Который давно уже нужно было разыграть. Вот. Мы его как раз завтра и оформим. Завтра мы его оформим для счастливчика какого-нибудь... Четыре колотить, Вань. Ну я тебе скажу, я тебе сейчас дам не лучше. Не зря я его снимаю. Не этот же корпус я буду ставить. У нас долго. Он ждал своего момента. Я все не знал, что с этим делать. Ты же понимаешь, что на отставке этого системника мы обанкротимся нафиг. Мы уже банкроты. Мы уже банкроты, Вань. То есть, как бы это... После последних событий, как бы... Извините какой-нибудь ближе там, Максим Шебекина. Что можно было до пятнашки довести. Вот. Где ножичек... А, ножичек пошел. Он уже открытый. Да, Вань. Это старенький фантом. А, я помню его. Но он мне нравится. Знаешь, он с душой нам, в принципе, с тобой на первое время сойдет. Как раз в Южном Бутово такой корпус может занять половину вашей жилплощади. Ровно. Так, аккуратно держи, чтобы ничего там не упало. Угу. Достаем. Задачка, Ванька, наша сегодня с тобой простая. Просто попробую закрепить где-то все там. Хотя бы... Я сейчас пойду... Да. Смотрите, какая красотень. На самом деле... Ты, наверное, такую вертушку видел? Вот это дурочка. По-моему, на Mi 6 такие устраивали. Ну, красивый. Изнутри он, посмотри, да, какой. Сочненький. И здесь у нас будут наши две видеокарточки, кстати. Я пойду найду... Нам нужен действительно здоровый блок. Потому что мощный процессор. Две видеокарты полноценные. С огромным ДОП-питанием. Доставалось. Да, доставалось. Конечно. Было. Прямо подготовить. И нам нужен блочок, за который не стыдно. У нас давно... Для себя, для роднулички не жалко, Вань. О-о-о-о. Давай. Была не была. Сборка, которая должна будоражить. Берем вот этот здоровенный ядритель проводов. Он, конечно, не такой красивый. Но это Power Smart серия от Chieftec. Здесь 1,250 кг, по-моему. Должно быть. Что-то типа того. Да. 1248 Вт. Ну, я думаю, нам хватит. Да. Нам однозначно хватит. Мне не нравится, потому что кобелёчки у него не такие симпатичные. Но зато это вот такой... Чифтек они всегда славились. Знаете, они преемственные. Из поколения в поколение особо не меняют никакие вещи в плане внешнего их вида. Отлично. Я думаю, этого более чем достаточно. Так что, Ваня, постарайся ребятам на концовочку сегодняшнего дня подсобрать эту махину. И знаешь, до какого состояния? Мы же с тобой в CS-очку играем. Играли когда-то, когда были молодыми. Вот. До того состояния, чтобы мы могли её запустить. Мы её могли запустить и действительно потестить. Хотя бы даже без мостика SLI. Хотя бы так. Фух. Я, тем временем, пока Ванька сейчас это будет делать, безусловно, дотестим вот эту аппаратуру. Заняемся клиенту. И, конечно, тут уже подходит на финишную, так сказать. Ну, как на финишную. На прямой. Сборочка, которая у нас вся в RGB. Которая на разыночке. Которая на 5700. Всё вкруг тут должно у нас светиться. Тоже в максимальном процессе. Но я всё-таки вон за того парня больше всего переживаю. Потому что для себя, любимых, оно, знаете, как-то ближе к телу, что ли. Посмотрим, что у Ванька получится. Подзасними, Антох. Хорошенько. Для меня. Подзасними, Антох. ubiquитель. Чайник. criminals не сборhabitude. Чайник. Д改 beschайними. Прокода о ссо也 пол iba без шуток. Д頭. ванек за базу на часах 6 часов вечера мы трудились изо всех сил сегодня у нас даже есть небольшой итог компик компик то собран на фоне стройного ваньки и красивого сексуального аппарата можно рассказать во-первых смотри про корпус нужно что феномчик не феномчик а фантомчик смотри можно сразу замедлять что ты сделал ой я зависла все это влияет оказывается да и это регулировка скорости кулировка ладно попробуем заново не придется включить суть не в том суть я сейчас выключу и выключу ванка зайдет у нас есть некоторые сложности опять же распознаю все оперативки я в начале ролика тупо ну вообще сказал что там баллистиксы по 8 это же 1366 планки на 8 держит максим планки по 4 здесь 2 по 400 сумме 8 эти пока мы высунули он на 8 гигабайтах баллистиксов работает у нас есть откровенный косяк с осылаем потому что я твой бомж я всю мастерскую нашел только один осылаем мостик вот к сожалению этой конфигурации все это шляпа работать не нужен нужен еще я так понимаю один второй чтобы мы это могли но это останется уже найти так сказать на легкий контент на будущее но главное что у нас в связке с 1 770 все без проблем все прекрасно пашет запускается мы сейчас символически на ссдшечку загрузим да каеску смотри какой важный еще прикольный момент вот здесь есть я такого ни на одном из корпусов еще не видел вот даже современных ай о это импут а вот смотри ты думаешь вот сюда на попку наведись то есть в темноте в темноте ты его может да если хочешь сунуть в темноте ты включаешь эту кнопочку и смело подсвечивает всю периферию сзади и все периферию тут это очень крутой функционал как как по мне поэтому это просто пушка бомба блин мы вышли из этого да нормально но суть в том то что кс очка уже стоит можно даже не без проблем поиграть и чувствуется нам максимально спокойно вань ну ты как понятное дело что мы с тобой уже это люди которые знаешь люди которые много повидали ты раз у нас есть хоть теперь компьютер который можно лично пользоваться конечно ванька искренне рад я тоже искренне рад потому что такое событие происходит знаете указывает вот сборочка против человека нужно ее платить но мы еще не до проверили мы ее кстати не до проверили потому что я сейчас убедюсь что у него все слоты работают потому что у нас какие-то косяки с памятью происходят и после этого хотя бы формально она уже запускается работает то есть но хочется все таки убедиться что у нас работает со всеми слотами без каких-либо проблем перекупы да конечно все мы перекупы в том или ином смысле даже когда в магазине за хлебом идем вот но это прям приятная штуковина классная мать легендарная просто сама себе снова хороший процесс и на самое жалко конечно что вы не видели но она вот с двумя видюшечками смотрится очень сексуально к сожалению если мы вставляем вторую видюшку он у нас при установке дров начинает немножко у него башка кружится потому что он не понимает занято два писи экспресс-слота сколько чего этого мостика понятное дело не хватает самое что интересно а где тот мост а вот он современные ссылай смотри они по факту просто из-за конфигурации материнской платы то есть да формально можно взять там вот так вот сунуть и казалось бы но к сожалению следующий писи экспресс-слот находится чуть ниже и не дотягивается допустим такого формата секса это SLI мост то есть нам нужно исключительно такие пластичные чтобы можно было все это дело зафиксировать на более дальнем расстоянии причем это вот фирменный оригинальный непосредственно шел в комплекте типа вот с такими вот рампейджерами то есть сам по себе действительно фирменный SLI мостик в общем мы постараемся найти еще одну такую штуковину затестировать все это в связке вот и ну финально ну посмотреть как говорится ванька когда сделает супер оверкил но мне уже приятно корпус удивил на самом деле есть некоторые вопросы не знаю потому что у нас киловаттник чифтековский не дотягивается настолько высокий сам по себе корпус не дотягивается питание процесса чтобы без вот допустим нам что подключить до питания еще процессора мы 8 пин подключили хотим еще подключить 8 уже не дотягиваться нужно будет снизу и запускать есть некоторые у него все в этом смысле но ничего такого другого в этом нет все остальное очень очень много смотри что 1 2 3 4 5 6 6 салазок под жесткие диски то есть полноценная такая вот мультимедийная станция запихивать кстати вот интересно мониторинг системы на самом деле они пошли достаточно не так назовем не так давно то есть не на всех процессор поддерживает просто мониторинг системы то есть нельзя тот же автоберинг запустить на старых платформах чтоб он показывал все датчики это факт то есть формально может процессор не поддерживать такую функцию то есть просто отсутствовала такая фича потом уже это все пошло и бы стал актуальным то есть некоторые мониторинги в некоторых играх могут на некоторых процессорах и основах не работать абсолютно давай ванька завершающий overkill сделай а мы посмотрим потому что сборочка для того чтобы как раз таки да она понятное дело немножко еще не оптимизирована 2 у нас видюшки нету оперативщики конечно бы побольше но я думаю можно будет немножко сделать майками до под до первого то его так сказать первого последнего убийства у вас много времени красота да я не буду кури выбивать так я из деревни и мы куриц не убивали если нам вон курочка бегает ты просто ее стараешься курочек надо действительно жалеть друзья спасибо что вы смотрели на компьютерное видео кстати тут тоже интересный момент я помните сказал то что ой он греется 50 градусов я в шоке я частот не посмотрел он грелся 50 градусов при этом проц держал 2,2 гигагерца я все перерыл никак не могу запустить то есть просто 2,2 держал bios сбрасывал неважно все в итоге просто настройка непосредственно электропитания самой системе была причем стала максимальная производительность и при этом 2,2 держала выставил на нормальную все 4,4 минимум летим в гору все спасибо что посмотрели увидимся с вами завтра пятницу на стриме наверное вот где мы будем какой-нибудь компьютерное железо еще крутить себя это сборок очень очень много любим целуем видимся с вами как всегда завтра надеюсь хоть какое-то эстетическое удовольствие сегодня получили сборка лично мне понравилось вань красавчик да все красавчики вы тоже пока пока